Дорогие товарищи, хочу рассказать о текущем состоянии рабочего движения и нашем участии в нем, как оно сейчас видится. Основная проблема, которую вы знаете сейчас в стране, заключена в том, что бабла нет и людям в мать своей не платят денег. Кризис углубляется, и основная форма борьбы, которая сейчас идет на предприятиях, это борьба за заработную заработную плату, которую повсеместно задерживают, стараются кинуть всеми средствами, сокращение на предприятиях и так далее. Последние два года, о которых я хотел бы рассказать, мы сталкивались с различными проблемами. Прежде всего, в Москве, где мы, собственно, обитаем, но также и в других городах, есть такие тенденции, что в отсутствие денег, даже государственные заказы отрабатываются следующим образом. Подприятия вернут подряд, деньги получают, нанимают некоторое количество работек, а потом, значит, их кидают. Наиболее характерный пример для Москвы – это метрострой. Как вы знаете, в Москве идет огромная программа строительства метро, на которой выделено из государственного бюджета много триллионов рублей. Но в реальности никто этих триллионов рублей не видит. И наиболее характерно в этой области, как в области строительства и в целом, и там, где работают массовый неполифицированный труд или квалифицированный тяжелый, то, что люди работают в два раза больше, чем прописанная законом норма, без сверхурочных, фактически без выходных. То есть работа происходит по 12 часов в день, у них есть два выходных в месяц. Можете посчитать, сколько часов в неделю, убедиться в том, что это намного больше, чем то, что положено по закону. При этом людям, разумеется, не платят никаких сверхурочных и сверху этого стараются кинуть на деньги вообще. Наиболее характерный пример, это вот, так сказать, есть такое у нас славное предприятие Ингиаком, которое дважды пыталось кинуть людей на полугодовую зарплату. Значит, это люди, которые строят Большое кольцо Московского метрополитена. Ну, если вы представляете себе строительство Москвы, как выглядит. То есть это шахтеры, которые сидят в забое по эти самые по 11 часов, да, ну, там, сейчас обеденный перерыв. При том, что закладисты предполагают, что работать можно не более 6 часов в забое, да, ну, они работают фактически по 12. Вот, значит, оплата труда осуществляется следующим образом. Регально им на карточку переводят заработную плату за 6 часов, и за остальные 6 часов им выплачивают наличными. Должны выплачиваться. Вот, значит, поначалу, значит, людям платили на карточку без перебоев почти, там стандартная задержка полтора месяца. А наличные немножко притормаживали. И так это продолжалось, пока в какой-то момент перестали переводить и на карточку. После чего люди обратились, соответственно, к революционной рабочей партии. И революционная рабочая партия, недолго думая, сказала, а что вы, ребята, вы же, вообще говоря, не должны работать. И они забастовали. Значит, где-то, ну как формально это было объявлением о прекращении трудовой деятельности в связи с невыплатой заработной платы. Ну, известная статья трудового кодекса. Ну, а на самом деле это была остановка строительства. После чего людей попытались выселять из рабочих общежитий. Ну, это тоже, так сказать, с неким переменным успехом оттуда отбили. После чего, значит, начальство этого самого Ингиакома рассказывало про то, как денег нет. А в это же время заместитель мэра Москвы по строительству, гражданин Куснулин, рассказывал, как много денег выделяется на строительство метрополитена. И о том, что это самое, ну, бабла очень много. Ну, собрался народ и большой толпой явился в мэрию качать права, где наши деньги. Как бы тема того, что, как бы, так сказать, все граждане узнают, что бюджет просто своровали и строительство ведется бесплатно. Она очень сильно не понравилась мэрии, после чего были известные разборки, переговоры и деньги все-таки людям дали. При этом они было, дело попытались людей поувольнять, так сказать, организаторов этого дела, организаторов профсоюза. Значит, но, учитывая, что мы такую тяжелую работу, а это не просто тяжелая работа, работа требующая специальных знаний, потому что не всякий человек с улицы может пойти работать в пробочек, вот, никакой замены они найти не могут. Ну, они вынуждены были в конечном итоге смириться и опять заключить трудовые договора. Они там срочные, выдачить эти самые разрешения на работу, потому что там добрая половина это таджика и узбеки. Вот. Было некоторое количество украинских штрихбрейферов, но они потом тоже присоединились в забастовку. Вот. Значит, да, тоже интересный момент, что вот в области строительства наиболее активными являются, в плане борьбы за свои права, являются как раз представители среднеазианских стран, в то время как разнообразного рода братья-славяне, типа, там, украинцы и белорусы, как правило, так сказать, соглашаются, работают бесплатно и выступают в роли штрихбрейфовцев. Вот. Значит, несколько человек вступило из этого предприятия к нам в партию. Другой вопрос, что там сейчас там Ахлиев Салтанов, представитель профсоюза, уехал домой, потому что у него там чисто личные дела, но тем не менее. Вот это такой вот пример. Значит, сверху этого, связанные с ним примеры, это бесконечное количество юридических лиц, которые создаются ранее, это были централизованные государственные предприятия, как-то метрострой был государственным до 2010 года, его там приватизировали, в результате чего образовалось бесконечное количество юридических лиц, поэтому можно там пересчитать там СМУ-72, там, там, Глоботек и прочее, прочее. На самом деле это все метрострой, просто поделенный на различные юридические лица, для того, чтобы удобнее было людей кидать. Вот. Этот, так сказать, из области строительства, из области стационарных предприятий, на, так сказать, металлообрабатывающей промышленности, скажем так, там, значит, сейчас происходит следующее время. То, что связано напрямую с оборонкой, еще как-то живет там, типа какого-нибудь там, двигателя строительного завода «Салют», что с оборонкой напрямую не связано, закрывается, тоже денег не платят, людей всячески выгоняют и так далее. Каким образом, значит, мы, как партия рабочего класса, связаны с этими правовыми коллективами, как люди к нам выходят на связь? Самым разнообразным, но главным образом через то, что человек где-то случайно получил на какой-то очередной дурацкой раздаче, значит, это самая газетка или листовка. И позвонил, сказал, что а вот у нас там, у нас в очередной раз кинули, с деньгами приезжайте, помогайте. Люди организовываются, борются и, так сказать, как результат, в общем, как правило, достигается победа, за редким исключением. Но вот наиболее характерным примером был Сербуховской рифтостроительный завод. Мы подключились к новому конфликту через 6 месяцев после его начала. То есть там на протяжении года людям не платили заработную плату. Люди объявили, значит, о том, что они прекратили трудовую деятельность ввиду невыплаты. И сидели, ждали. Ждали очень долго. Никто им никаких денег не нес. И только, так сказать, связавшись с партией, собрав и проведя ряд чисто политических акций, удалось понудить власти, значит, эту проблему решить. И долги были погашены. Что особенно характерно во всех этих действиях. Какова роль профсоюзов? Надо заметить, что профсоюзы, будь то ФНПР, будь то разнообразные профсоюзы, входящие в КТР, Никакой роли в современной борьбе рабочих, именно массовой борьбе, связанной с массовым киданием людей на деньги, не играют. Им, больше того, это по ходу дела не очень интересно. Потому что развитие профсоюзов, оно у нас происходило в период экономического подъема. Когда шла борьба за повышение заработной платы, за заключение трудовых договоров, строились стабильные профсоюзные организации. И этим люди занимались, там, органайзингом разнообразным и так далее. В условиях кризиса и массового наступления капитала на права трудящихся, профсоюзы оказались просто недееспособны. Они ничего не делают, ни в чем не принимают участие. И самое главное, методы экономической борьбы, классические, здесь просто не работают. Потому что вот это вот кидало, оно носит настолько массовый характер, что без, грубо говоря, деньги удается выбивать только в том случае, если борьба переходит, ну, принимает политический характер. Когда эти самые трудовые коллективы сверх того, что требуют зарплату, начинают очень сильно бузить и выдвигать конкретно политический воздух. Типа того, что денег не даете, ну, тогда идите нафиг со своим правительством. Тогда, вот только при такой постановке вопроса, так сказать, власти и работодатели начинают чесаться и откуда-то находят деньги. Без этого никакого шевеления не происходит. Можно сколько угодно писать в суды, можно сколько угодно проводить законом предусмотренные процедуры и так далее. Никто не почешется абсолютно. Что касается, значит, перспектив этого дела. Да, ну, еще, что хочется сказать. Это то, как происходит, да, это то, как разделено современное рабочее движение, как разделен сам рабочий класс. Вот применительно к Москве, это очень богатый город, центр, который высасывает все средства со стороны, но, тем не менее, мы видим следующее, что есть несколько, как бы, слоев, которые очень сильно отличаются друг от друга. Это, собственно, местные москвичи, которые более-менее работают на приличных работах. И их, если и участвуют в каких-то протестных действиях, то их больше интересуют чисто общеполитические какие-то вопросы, там, вопросы свободы, там, свободы интернета, там, что угодно. Но в трудовом плане они более-менее успешны, хотя на их права тоже ведется наступление. И очень большая армия приезжих рабочих, которые живут либо в общежитиях, так сказать, на двухъярусных койках, значит, по 16 человек на комнату, либо, так сказать, снимают за бешеные деньги квартиры, по той причине, что вы представляете себе, сколько стоит аренда жилья. Вот, и работают, соответственно, без выходных. Этих людей в Москве порядка трех миллионов. Но, как вы понимаете, в этой среде, это, кстати говоря, вопрос о четвертом докладе о феминизме, то есть в этой среде абсолютная бессемейственность пролетариев, как вы понимаете, что люди, которые проживают по 16 человек в комнате на двухъярусных койках, семей заводить принципиально не могут. Эта среда является, то есть там господствуют, так сказать, люди-одиночки, да, которые живут там, общаются случайным образом, да, и это является основной базой, и, так сказать, там, где процветает та же самая проституция, по той причине, что других форм отношений между полами в этой области быть просто не может, в связи с того, что, как бы, создание семьи там недосудно. Вот, это классический пролетариат типа 19 века, который вот абсолютно нечего терять, абсолютно голодные, абсолютно лишенные, каких бы то ни было прав, люди. Что эти люди думают, когда к ним приходится политическая агитация? Ну, во-первых, начнем с того, что наиболее характерный пример, вот когда мы посещали, допустим, рабочее общежитие на Народном оболчании 33, там около тысячи человек живет вот на этих самых многоярусных койках. Значит, в общем, в рабочей среде мы имеем стопроцентную поддержку. То есть, нет ни одного человека, который бы сказал, что борьба за права рабочих, что революционная рабочая партия это плохо. Попадаются люди, которые, допустим, говорят, а почему у вас в названии газеты слово демократия? Вы что, против коммунистов? Значит, надо заметить, что в рабочей среде поддержка коммунистов стопроцентная. Там просто нет людей, которые бы выступали за что-то другое. Абсолютная идеализация советского прошлого. То есть, для вот этих вот миллионов таджиков, узбеков, украинцев, белорусов, ну и части русских, которые приехали из отдаленных областей, живущих вот в этих вот скотских условиях, для них утраченный СССР это некий идеал, о котором они могут только мечтать. Поэтому там люди любят коммунистов, любят совок, условно говоря, да, и страшно не любят всех тех, кто мог бы против этого сказать хоть полуслова. То есть, это очень политически однородная среда. Другой вопрос, что в этой среде наблюдается некая апатия, которая проявляется в чем? Что, когда с людьми говоришь, они говорят, да, мы за все это, но мы готовы там один раз пойти там на баррикады, мы не готовы вести систематическую работу. То есть, люди готовы там пойти толпою на отдельный митинг, да, но они не готовы вступить в партию и заниматься агитацией дальше. Они не готовы строить организации, хотя в теории, конечно, все понимают, что для победы нужна организация. Как это преодолеть? Ну, пока что это непонятно. Далее, значит, если говорить по регионам, значит, по которым, так сказать, наши товарищи работали, аналогичное положение наблюдается во всех крупных городах России. То есть, проблема невыплат заработных плат наблюдается в Воронеже, в Ярославле, в Вологде, ну, и много-много где, куда мы только доезжали, и где есть наши товарищи, везде то же самое наблюдается. Я не знаю, как дела обстоятся в Петербурге, вполне возможно, что здесь какая-то другая ситуация, но, как бы, вот везде в остальных местах, это просто общее место. Как бы, это систематическое, поголовное нарушение, значит, это самое, записанное, гарантированное Кодовым кодексом норм времени, повсеместное отсутствие выплат каких-либо сверхурочек, и повсеместное стремление кинуть на деньги с заработной платой, то есть, не платить за выполненную работу. В условиях, когда вот сейчас, это самое, продолжаются дальнейшие наступления, вот сейчас увеличили, увеличиваю наобно добавленную стоимость, но это будет приводить к чему? Потому что, очевидно, что будут расти цены, будут передаться зарплаты, для того, чтобы пирог будет перераспределяться, значит, к центральному правительству, и он будет перераспределяться в очередной раз за счет этих самых рабочих. Значит, увеличится количество людей, кого будут кидать на зарплату, увеличится количество людей, которых будут сокращать, и, как бы, напряжение будет продолжать расти. Совершенно очевидно, что в ближайшее время мы столкнемся с тем, что вот эта вот масса, которая до сих пор сидела и ругалась у себя, строго говоря, в своей среде, она неизбежно будет выдолгнута на улицу в, так сказать, широкий политический протест. И наша задача, так сказать, быть субъектом этого протеста, то есть выражать их интерес и отстаивать, так сказать, интересы рабочего класса, так сказать, в целом, да, не только отдельных предприятий, отдельных коллективов. Значит, еще интересный момент, что во всех общественных выступлениях мы сталкиваемся, и это повсеместно, значит, со стремлением буржуазных элементов сделать протест неполитический. Значит, не надо, нам постоянно говорят, не надо говорить о политике, нам не нужны ваши партийные флаги, нам не нужно, значит, самополитизация, мы решаем конкретную, там, экономическую или социальную проблему, давайте ограничимся ей, иначе мы отпугнем каких-то людей. В этой ситуации надо понимать, что при таком массированном наступлении, при стремлении кинуть как можно больше людей, именно политизация является дополнительной гарантией победы, даже в чисто экономическом вопросе. То есть без постановки вопроса о власти невозможно получить даже трех копеек заработной платы, не говоря уже о чем-то другом. То есть, потому что, как бы, вообще, так сказать, людей, кого кидают, кто борется, кто возмущается, так много, что просто нет возможности заткнуть все дыры. И в первую очередь затыкают дыры там, где борьба доходит до именно политического уровня. Вот. Значит, ну что еще? Полагаю, что в ближайшее время мы увидим много новых лиц непосредственно среди политических активистов. Это будут люди совершенно с иным опытом, иной своей личной историей, которые не учились в университетах, не просиживали штаны на кружках и семинарах, а которые работали без выходных, и, так сказать, которым действительно нечего терять. И вот с приходом этих людей, я думаю, что лицо левого движения, безусловно, изменится. И, как я понимаю, изменится в лучшую сторону. Будет меньше, образно говоря, так сказать, леволиберальной философии, но и больше конкретного практического дела. По причине того, что люди, которым действительно нечего терять, они не размениваются на мелочи, не, как бы сказать, не сливаются в боковые темы, а, так сказать, ставят вопрос прямо и радикально. И именно с приходом этих людей я связываю перспективы пролетарской революции и нашей победы. В общем, я все сказал. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok